Сегодня я расскажу вам о том, как мне удалось войти в вес 50 кг и удерживать этот вес длительный период. Раньше очень долгое время я весила примерно 53-54 кг, и для меня это было тяжеловато. Все началось, наверное, чуть больше года назад, когда я начала себе давать установки. Давайте я сразу вас предупрежу, что все, что я буду рассказывать, это не истина, это просто мое мнение. Вот такая у меня философия. Просто послушайте, и не нужно воспринимать это прям вот как все прям правда. Это просто моя философия. Три года я занимаюсь личностным ростом, и вот примерно чуть больше года назад я начала себе давать установки по поводу питания. Я решила немножко поменять свое отношение к еде. Ну почему? Потому что раньше еда для меня была всегда, ну, что ли, на первом месте. То есть одно время я была вообще такая, ну, как бы сказать, чуть-чуть полноватая, да? И то есть еда очень много для меня значила. А потом я начала по-всякому худеть, и еда опять для меня очень много значила, только как бы в другом немножко аспекте. То есть я о еде постоянно думала, но я ее не ела. То есть когда ты худеешь, ты постоянно себя чем-то ограничиваешь. Тебе постоянно приходится думать о том, что тебе не следует есть. И я понимала, что это ненормально, что в нормальном состоянии человек не должен думать о еде вообще. То есть человек должен жить с интересной, активной жизнью, а еда должна, ну, поел и поел, как бы, да, и все, и забыл. И вот начала давать себе установки. Значит, какая у меня была установка? Когда я вешу 50 килограмм, я чувствую себя здоровее. То есть я не давала себе установки, там, например, я хочу похудеть, хочу похудеть до 50 килограмм, да. Вообще слово «худение», похудение, оно очень неприятное для нашего подсознания. Наше подсознание никогда не будет добровольно худеть, потому что худеть от слова «худо». Поэтому нужно, вот, избавиться, в принципе, от всяких, вот, от всяких формулировок, чтобы похудеть, там, еще что-то. Я себе начала давать такую установку, что когда я вешу 50 килограмм, я чувствую себя здоровее. Ну, я вот уже, честно говоря, не помню, по-моему, я еще какие-то придумывала. То есть это вы все можете придумать сами. Но главный упор был на то, что вот в таком конкретном весе, да, я себя чувствую здоровее. То есть понятие «здоровее» для моего подсознания, оно нормально воспринимается. То есть каждый же человек хочет быть здоровее, подольше прожить, жить активно, да. Ну, то есть это естественно для человека. А вот худение, похудение, ну, что это? Это что-то неприятное, это какой-то, во-первых, неприятный процесс, а во-вторых, ну, что похудение, что-то голод, да. То есть это вот этот процесс, да, похудение чисто психологически может восприниматься с подсознанием как члена вредительства. То бишь на каком-то таком уровне, даже связанном со страхом смерти. То есть ты себе говоришь «я хочу похудеть», «я хочу похудеть», «давай худеть», там, да, столько-то килограммов, да. А подсознание это рассчитывает так, как будто ты свой организм к смерти ведешь, понимаете? Поэтому от таких установок я сразу отказалась. То есть весь упор у меня был на понятие здоровее. Потом жизнь меня свела с людьми, с некоторыми. Ну, то есть почему вообще это происходит? Почему у нас жизнь сводит с какими-то людьми? Потому что мы ставим себе какую-то задачу, да, для нашего мозга. Это тоже связано с установками, что, например, мы хотим стать здоровее. И нам вселенная начинает посылать людей, которые нам с вами могут поделиться этой информацией. И я вот встретила несколько таких людей. Ну, во-первых, я подписалась на блогера Будильника. Не все мне нравится, что он говорит, но что-то я у него взяла. Вот с Машей я познакомилась, девушка, которая умерла от рака. Она им, конечно, очень много вот в этом плане мне дала информация. Я вот, к сожалению, до сих пор книги не прочла, которые она советовала. Ну, и там так тоже были люди. И это все, как бы сказать, сыграло определенную роль. Вот эта информация, полученная от других людей. Что я начала практиковать? Я не знаю, может быть, это уже существует, вот этот термин. Как термин, термин осознанное питание. Возможно, он уже существует, кто-то уже придумал. Вот все, что я говорю, я говорю, вот, как бы сказать, то, чем я живу. Я это нигде не прочитала. Я просто для себя сформулировала такую философию, да. Что такое осознанное питание для меня? Я беру ответственность за свое здоровье, за свое тело, да. Я хочу, чтобы мое тело как можно дольше оставалось здоровым, чтобы я дольше жила, дольше могла заниматься спортом, сексом, двигаться, да, то есть радоваться этой жизни. И я готова делать все для этого, в том числе питаться так, как нужно моему телу. Я вот сейчас целенаправленно избежала слова правильно питаться, потому что, друзья мои, ну что значит правильно питаться? Для каждого человека правильно питаться – это что-то свое, да. Вот я же не врач, да, я не врач-диетолог, чтобы вам сейчас говорить, как вам нужно питаться. Я на это право не имею. Да и врачи, знаете ли, современные, имеют ли они на это право? Я считаю, что прежде чем давать такие советы, ну, ты должен, ну, так изучить тело этого человека, да, его в состоянии. Столько различных и анализов, и там опросники всякие, да, этому человеку пройти, чтобы иметь право сказать человеку, как ему питаться. Я считаю, что каждый человек сам знает, как ему нужно питаться. Но к этому нужно прийти. К сожалению, вот то, что я буду сейчас советовать, подойдет далеко не всем людям. Почему? Потому что большинство людей проживают всю свою жизнь неосознанно. А прежде чем прийти к этому осознанному питанию, нужно немножечко и свою жизнь пересмотреть. Да не немножечко, а нужно как следует пересмотреть и взять ответственность не только за свое питание, но и за всю свою жизнь. Это очень сложно. Многие люди к этому не готовы. Ну, в принципе, то, что я вам сейчас рассказываю насчет питания, да, я думаю, что это был такой закономерный результат моего личностного роста. Людям нужна конкретика, я думаю, да. Давайте немножко поконкретнее. Если вы спросите меня, как вам нужно питаться, я не знаю, как вам нужно питаться, я не знаю, что вам на завтра кушать, на обед, на ужин. Вы это знаете. Вы сами это знаете. Первое, что вы должны сделать, это взять ответственность за свою жизнь. Да, придется немножко в себе покопаться. Немножко придется пересмотреть свой прошлый опыт. Не ошибки выискивать, а просто пересмотреть. Если что-то волнует, нужно себе в этом признаться, сказать так. Вот что меня сейчас волнует, что со мной сейчас происходит, да, где я сейчас нахожусь. Вот все, что я имею в этой жизни, нравится мне это, не нравится, да, а результат каких моих поступков, да, почему это так важно, и почему это имеет прямое отношение к питанию, я вам объясню. Мы эту тему обсуждали вот с Машей, девушкой, которая болела раком, и которая смогла прожить на четвертой стадии три с половиной года. Почему она умерла, я не могу вам рассказать, я просто не владею этой информацией. И она говорила о том, что как только вы начинаете питаться максимально чистыми продуктами, ну что я под этим подразумеваю, чистые продукты, кушать больше овощей, больше фруктов, кушать не только овощи и фрукты, а больше овощей и фруктов, сырых, да, избегать жирной пищи, но это не значит, что надо полностью отказаться от жирной пищи, просто, ну, по минимуму сократить, да, поменьше жареного, поменьше сладкого. Если кушаете сладкое, да, ну, кушайте сладкое в его простом виде, да, то есть не какие-то там шоколадки, жирно-сладкие, да, хочется сладкого, найдите простой, максимально приближенный к природе продукт. То есть в чём состоит эта философия, да, чистого питания? В том, что мы берём и кушаем те продукты, которые максимально напрямую пришли к нам из природы. Но не нужно, как бы, в крайности бросаться, не нужно, не нужно. Вот прямо вот на сыроедение, на вегетарианство переходить, прислушиваясь к своему телу. Что вам хочется? Да, ну, я вам приведу потом конкретно, что, например, я кушаю, но это не значит, что вы должны питаться так, как питаюсь я. Потому что у каждого своё питание, каждый человек сам знает, что ему надо кушать. Когда вы разобрались в себе, вы приняли себя, вы сказали, так, я вот такой человек, какой я есть. Как Лобковский говорит, что выросла, то выросла. Я понимаю, я беру ответственность за свою жизнь. Ну, там, я понимаю, что вот то, где я нахожусь, то, что я имею, это результат моего выбора. Я хочу быть здоровым, я хочу быть счастливым, и вообще всё, что я буду сейчас делать, я всё делаю для того, чтобы быть счастливым, в том числе здоровым. Очень важно пройти вот этот вот путь, да, путь осознания своей жизни, осознания. Потому что без него вы не начнёте, вот как бы сказать, оздоравливать свой организм. Мне вот нравится это слово. Неправильное питание, да, а именно оздоровление организма. Я честно скажу, меня немножко иногда убивает подход большинства людей, да. Я раньше тоже так такой была, да. Когда мы худеем просто для того, чтобы худеть, когда мы идём в спортзал, просто для того, чтобы у нас вот там, например, руки надкачались, попа круглая стала, да. Ну, понимаете, друзья мои, это настолько примитивные цели и желания, и они, к сожалению, далеки абсолютно от понимания, что такое здоровье, да. И большинство людей, к сожалению, имеют такие цели, потому что большинство людей живёт неосознанно и всячески вредит своему телу и своему здоровью. У нас много алкоголиков, людей, зависимых от алкоголя, от курения, от всего остального, да. Это же всё не про здоровье, правильно? Но люди почему-то продолжают так жить, и они совершенно не хотят разобраться в том, а почему они делают такой выбор. Я вот последний алкоголь употребляла вот в Новый год, ну, то есть это получается четыре, три с половиной месяца назад, да. Три с половиной месяца назад. Я честно скажу, мне в последнее время очень хочется чего-то выпить алкогольного. Ну, чего? Пиво. Я вот почему-то очень пиво люблю, чтобы горьковатое было и всё остальное. Но три с половиной месяца вот уже алкоголь я не употребляю никакой. И чувствую себя хорошо. И вспоминая то состояние, которое даже от маленького бокальчика пива, да, который вот потом, да, приходил, вот эта неприятная отёчность, какая-то раздавленность, да, я понимаю, что, да, мне хочется почувствовать вкус этого, да, напитка, да, испытать вот это вот головокружение такое немножко веселящее состояние, да, но я понимаю, что вред будет намного больше. И вот, вот недавно, да, у меня возникло такое почему-то острое желание, мне так захотелось выпить пиво, я начала анализировать, да. В принципе, не так важно, пошла я, побежала, выпила этого пива, не пошла, не побежала. Главное проанализировать, понять, вот почему именно сегодня, именно сейчас мне захотелось выпить пиво. Ну, почему? Что произошло? Я вот так вот задумалась, причём иногда вот эта вот мозговая деятельность, она идёт даже фоном. Вот не нужно, да, там, целенаправленно, да, некоторые пишут, например, кстати, да, в этом есть даже что-то такое, чтобы прописать, да, это на бумаге. Но мне больше нравится фоновая работа мозга. Когда я фоном задаю вопрос, да, и мозг мне через некоторое время выдаёт ответ, да, почему мне вдруг захотелось выпить пиво, да. Ну, я проанализировала, поняла, что не совсем всё гладко так в жизни, какая-то неуверенность, какие-то страхи, какое-то где-то отчаяние, да, и поэтому захотелось выпить. И если бы у меня всё было бы в жизни, там, ну, гладко, я бы ощущала такое вот состояние безмятежности, счастья, разве мне бы захотелось бы выпить алкоголь? Нет. Мне всегда, я вот так проанализировала, да, мне всегда хотелось выпить алкоголь именно тогда, когда я чувствовала себя, ну, где-то несчастной, да. И я сомневаюсь, что люди тоже употребляют алкоголь, ну, потому что, например, они счастливы, вот прям вот у них в жизни всё гладко идёт, хорошо, и они думают, дай-ка я выпью, чтоб ещё гладше пошло, да. Ну, я сомневаюсь, что так, да, я сомневаюсь. Я думаю, что всё-таки большинство употребляет алкоголь именно тогда, когда им духовно плохо. А вот почему им плохо, они разобраться не хотят. А это нужно делать, нужно. Вернёмся к питанию, да. Я не хочу вам говорить, что я ем, потому что это неправильно. Это неправильно, да. Что я ем? Я ем то, что делает мой организм здоровее, после чего я чувствую себя хорошо, легко. Я не только ем здоровую пищу, да, но я её ем и в нужном количестве, да, чтобы не чувствовалось тяжело в животе, чтобы меня потом в сон не клонило, чтобы я чувствовала, как мой организм эту пищу легко принял, легко переварил и от ненужного избавился. Быстро и легко. У меня, кстати говоря, вот именно эти процессы, они все по часам проходят. Как надо. По утрам. Ровно в один и тот же час. Это очень важный показатель, да, чтобы вы ходили в туалет чётко в одно и то же время. Это значит, что ваш организм работает как часы. Значит, всё вы делаете правильно. Ну, давайте я приведу в пример, что я ем, но я ещё раз говорю, это не значит, что вы должны есть то же самое. Это не истина, это просто то, что выбираю я. Я стараюсь кушать больше фруктов. Я выбираю зелёные яблоки, гренни они, по-моему, называются. Иногда я съедаю банан. В день я предпочитаю съедать парочку грецких орехов, но именно в скорлупе. Именно в скорлупе. Они какие-то другие. Я пью кофе с молоком, но сейчас я стараюсь от этого избежать, потому что, ну, это просто замкнутый круг. Кофе – это замкнутый круг. Он даёт бодрость, потом силы уходят, тебе опять нужно выпить, опять потом это истощение. В общем, сейчас стараюсь отказаться пить чай. Раз в день, а может быть даже два, я пью чай с сахаром. Я кладу один кубик на большую кружку. Выпиваю до половины, доливаю ещё воды, да, и опять пью. То есть, таким образом получается даже кубик, как на две кружки. Да, чай я пью. Вот я пробовала гречишный чай пить. Ну, тоже так ничего. Но я покупаю обычный чёрный. Воду пью, да. Иногда ем авокадо. Очень люблю салат фрилис, но, к сожалению, он дорогой. Я очень люблю яйца. Вот мясо я ем очень редко. Очень редко ем курицу, когда захочется. Свининку люблю пожарить, знаете, так тоненько нарезать, как типа, как шкварками такими. Свининку люблю, но ем тоже очень редко. Жирное. Ну, вот когда захочется, а так обычно не хочется. Но вот очень хочется всегда каждый день яиц. Хотя, знаете, я так замечала, что ешь, ешь яйца, там, неделю ешь, потом раз, бац, и всё. Видимо, организм получил всё, что ему надо, и всё, больше не хочется. Я делаю омлет, я взбиваю яичко, добавляю, там, 3-4 яйца, если на семью, да, добавляю туда либо сметанки, либо немножко молочка. Значит, взбила. Туда очень люблю добавить, ребятки, укропа. Вот так много-много укропа нашинковать, да, его. И в этот вот яичинку, чтобы она там, это, ну, то есть как блином яичница получается. То есть я яйца взбиваю, да, и блин такой получается с укропом. Вылила на сковородочку, немножко схватилась, туда сыра, сыр. Ну, сыр хороший покупаем, это, да, сыр либо есть хороший, либо вообще не есть, да. И немножко, и твёрдого сыра могу добавить, и немножко плавленого. И вот мне очень нравится такая еда. Ну, день я всякую люблю. Вот, знаете, будет сейчас лето, пойду пробовать собирать всякую зеленушку. И щавель, и... Ой, господи, вылетела из головы бабушка мне всё рассказывала, что... А, лебеда, после войны-то ели лебеду. Вот лебеды хочу собрать. Говорят, очень полезная трава, сорняк. То есть хочется вот такого всего. Огурцы я ем редко, мне не нравится почему-то. Вот всякие листья салата, какой-то вот такой капуста необычный, вот это мне всё очень нравится. Помидоры почему-то я обхожу стороной, мне они почему-то не нравятся, я не знаю. Я очень люблю лимончик добавлять в чай, я люблю помело покупать. Сейчас, к сожалению, то ли сезон закончился, гнилые какие-то пошли. Вот помело я очень люблю. Хурму очень люблю. Апельсины люблю. Грейпфрут, это вообще, это моя любовь. Красный грейпфрут, я обожаю их кушать. Дорого всё, к сожалению, это дорого. Хумус. Хумус, это моя любовь. Вообще очень люблю еврейскую такую, как бы сказать, еду, да. Вот хумус со трубями, туда я куркуму добавляю, оливкового масла, тыквенных семечек, с какими-нибудь сварганью лепёшки, без сахара, да. Смесь покупаю в магазине, эту мучную для оладьев. И вот на оладушек этот хумус. Вот такую еду люблю. Супы варю, свекольник там, может какие-то ещё. Ну, свекольник мне больше всего из супов нравится. Так супы на самом деле не так часто ем. Иногда я могу и мороженое съесть. Хорошее, качественное мороженое с ребёнком напополам, то есть ни одно, одном немного. Ну, где-нибудь грамм 30 съесть мороженого. Мне вот почему-то достаточно. Если конфеты, я стараюсь конфеты покупать вот какие-то какие-то диапетические или протеневопеченюшки, солвия. Мне очень нравятся этой фирмы. Вот их я кушаю. Сейчас, кстати, цена снизилась, слава богу, из-за... Она недавно скакнула, да? Из-за всех этих долларовых, курсовых разниц. Макароны я ем очень редко. Очень редко, но хорошие. Вот прям хорошие. Которые итальянские, из твёрдых сортов пшеницы, которые там от 200 рублей за пачку. Ну, всякие. Конечно, можно разные, да, поискать, но такие 200-300 рублей за пачку, полкило, это вот... Это хорошие макароны. Но ем я их всё равно редко. Потому что, ну, всё равно стараюсь как-то поменьше кушать в муке. Я могу что-то съесть. И, понимаете, печёные из выпечки. Вот, например, заходишь иногда в пятёрочку, а там вот эти вот булочки. Даллас, Техас. Ну, куплю, съем эту булочку. Понимаете? Да, да. Потом почувствую обязательно дискомфорт, вот эта вот тяжесть. Сахар ударит в мозг. Вначале эйфория приятна, потом раз, тревожность от этого сахара. Да, я точно такой же обычный человек, как и все. Я тоже встаю на эти грабли, да. Но я потом делаю соответствующие выводы и стараюсь всё-таки питаться правильно. Покупаю кукурузные палочки, например, в ленте. Вот, отдел правильного питания, хрустяшки. Вот такие палочки покупаю, кушаю. Иногда могу выпить сока разбавленного, то есть один к трем, один к четырём. Покупаю сок какой-нибудь, да, там, и разбавляю его водой. В чистом виде никогда не пью, но это тоже редко бывает. Иногда покупаю печень, готовлю. Ну, говяжья сейчас какая-то дорогая пошла. Ну, куриную покупаю, когда хочется, понимаете. Делаю какие-то коктейли, и на обычном молоке. Ну, обычное молоко тоже стараюсь избегать. Ну, если есть оно, значит, я из него сделаю, да. Если нет, если есть овсяное, там вот это вот не молоко, из него сделаю. Вообще стараюсь кушать по чуть-чуть и кушать именно такую еду, которая тебя наполняет энергией. Морковку могу съесть. Что ещё? Не знаю, какой-то салатик из капусты сделать. Я могу купить творог, да, положить в него ложку сметаны и налить туда немножко сгущённого молока. Ну, хорошего, естественно, да, который состав хороший, да. Ничего страшного, да. Сахар, сахар, да. Ну, надо же немножко сахара всё равно кушать. Это же углеводы. Понятное дело, что всё равно углеводы кушать надо. И как бы там, ну, не кричали со всех сторон, что углеводы там получать из других продуктов, ну, это сложно, ребятки. Не знаю, для меня, например, это очень сложно. И я прям не чувствую такой острой потребности, чтобы вообще вот именно сахар белый исключить из питания. Вот я говорю, я так питаюсь, я не зацикливаюсь на еде, я просто сейчас выбираю ту еду и осознанно понимаю, что эта еда, ну, сделает меня здоровее. И уже зная, как еда, которая более тяжёлая, да, как она скажется на моём теле, как я потом буду себя чувствовать тяжело, как я потом отсеку, да, я вот так смотрю на еду и думаю, а зачем мне кушать еду, которая вот будет для меня иметь вот такие последствия, да. Зачем? Нет, я лучше съем той еды, от которой мне будет легко. То есть я ещё раз говорю, это вот такая вот длительная работа, которая даёт длительный результат. Я ничего не имею против людей, которые дают готовые людям планы меню. Но вы же понимаете, что когда вы берёте от тренера готовый план питания, да, вы как бы всё, вы не берёте на себя ответственность за своё тело. Ответственность всё равно лежит на том человеке. И если у вас всё это прекращается, ваши мероприятия, вы остаётесь таким же безответственным человеком, который не может взять ответственность за свою жизнь, за своё тело, за своё здоровье. Понимаете, да? Лучше всё-таки попробовать, вот это тяжело, это долго, но вступить на вот этот вот путь осознанной жизни, осознанного питания, да. Это вы один раз это сделаете, и всё. И вы так будете дальше жить. Потому что неосознанно жить вы уже не сможете. И это даст вам результат не только в питании. У вас и жизнь начнёт меняться в лучшую сторону. В общем, друзья мои, всё, что я вам сейчас сказала, я ещё раз повторяю, это исключительно моя точка зрения. Это не истина какая-то. Я вам просто сейчас рассказала, как я живу, да. В этой теории тоже всё не идеально, и я тоже не придерживаюсь этой теории, как бы сказать, ну вот. То есть у меня тоже есть какие-то свои промахи, да. Где-то я всё равно тоже как съедаю что-то такое вот, что, ну, понимаю, что мне это не нужно, я это съела, да. Но я всегда это потом проработаю, осознаю, но без психов, без истерик, да, без чувства вины, без чувства над собой, там вот это в огноблениях. Я такая, розе такая, я сейчас съела что-то вредное, сейчас я пойду в зал, буду бегать час, чтобы вот обязательно вот почувствовать себя лучше, отработать эту свою вину. Ну, это глупость, друзья мои, глупость. Я просто осознаю, так, ну вот я съела это вот, да, сегодня там вот этот пирожок, да, что-то я сегодня наутро себя плохо почувствовала. И вовремя в туалет не сходила, и состояние такого настроения у меня такое поникшее. Нет, всё-таки в следующий раз я попробую отказаться и посмотрю, что будет, понимаете? Вот так.